Так, друзья мои, я пока еще настраиваюсь, специально вышла в прямой эфир для того, чтобы настройка была прямо в камере. Посмотрела я вчерашний эфир, мне кажется, что сегодня я хочу немножко другой ракурс выбрать для работы. Посмотрим. Если что, попереставляю камеру в ходе эфира. Так, хочу прямо вот, чтобы было сверху. Так, вы пока присоединяйтесь, пишите, как у нас дела с картинкой, все ли видно. Ну, пока некоторые пальцы могут быть не видны, это потому что я еще не до конца настроила камеру. Все ли видно, все ли слышно? Со звуком все ли у нас в порядке? Ой, мне кажется, вот так прям все хорошо видно будет. Как вам? Как вам? Давайте мне обратную связь. Ну, чуть ли пока. Так, оп. Все ли хорошо видно? Все ли хорошо слышно? У нас сегодня без снятия искусственного материала. Ближе, мне кажется, если будет ближе, то просто вы будете смотреть, ну, мне придется переставляться с пальца на палец. Я хочу, чтобы было видно все пальцы в ходе работы. Потому что так я очень буду много тратить время на перестановки. Это не совсем удобно. Ни на меня не думают о ваших коллег. Мне кажется, более чем близко. Да ну, вы что, хотите еще ближе? Ну-ка, напишите мне в комментах. Серьезно? Мне кажется, вам будет просто ничего не видно. Все отлично слышно и видно. Так, я сейчас попробую так влезть своими черными перчатками. Нормально, сильно не засвечивает ничего. Вот так, так, так. Ничего не засвечивает. Все хорошо. Так, в комментариях сейчас посмотрю, что там у вас. Друзья мои. Отлично. Все. Пишут, что отлично. Пишут, что все видно. Слушайте, не, я не буду приближать, а то совсем будет неудобно смотреть. Так, выключаю комментарии. Чтобы они никого не отвлекали в ходе работы. Пошла за своей замечательной желтой шапочкой. Чтобы пыль мне на голову не летела. И волосы вам ничего не перегораживали. И будем с вами начинать. Конечно же, я хочу вас сразу предупредить, что мы здесь не будем стремиться выполнить здесь обработку за 15 минут на одной ноге. Почему? Потому что я буду много объяснять. И на этом я тоже буду задерживаться. Потому что, думаю, вам нужна не просто демонстрация, а обучающая демонстрация. Я наношу антисептик. Как всегда, мы начинаем всю нашу работу с антисептики. Антисептик я использую миродез мусс. Это мой любимый антисептик. Я из эфира в эфир рассказываю о нем. Почему? Потому что он выдает вот такой удобный формат пены. За счет помпы, которая прямо вкручена в дозатор. Вот так вот она выглядит. Это помпочка. И она водную основу, то есть там все вот просто обычная жидкость, обычная водичка. Там не пенится она сильно сама по себе. Она спенивается именно за счет помпы. Он на водной основе. И у него очень такой щадящий состав. Вот сейчас покажу. Поэтому он не будет сильно пересушивать кожу вашего клиента. Почему именно пену? Потому что пена не разлетается в разные стороны. Пена остается на месте. А значит вы ее не вдыхаете. Это очень удобно. Плюс нет перерасхода средства. Плюс все средства окажутся на стопе вашего клиента. И пена попадает в самые труднодоступные участки. Далее. После того, как я начинаю свою работу, я прежде всего начинаю с осмотра кожи. Межпальцевого пространства. Все ли у меня чисто. Нет ли у меня межпальцевых мозолей. Нет ли у меня расщеплений кожи. То есть опрелости между пальчиками. Стержневых мозолей. И соответственно могу в дальнейшем приступать и к ногтям. Мы сегодня прежде всего про ногти. Именно поэтому на них я буду и заострять свое внимание. Первое, с чего я начинаю, это снятие искусственного материала. Но у нас его здесь нет. Поэтому мы сразу переходим к фрезе цилиндра. Я буду работать средним абразивом цилиндра. То есть синим абразивом. Прямо свеженьким цилиндром. Повторим вчерашний урок. Как мы с вами будем работать с цилиндром. Кстати, цилиндр это не только про обработку пальцев. Цилиндр это не только про зачистку там кератоза, снятие длины. Цилиндр можно использовать и в патологической практике. Какой? Снятие анихогрифозных ногтей. Истончение ногтевой пластины. Снятие анихолизиса, если нет режущего инструмента под рукой. Эта фреза очень легко счистит полость и даст возможность ее спилить без режущего инструмента. Далее. Этой фрезой также можно зачищать и трещины. При помощи цилиндра можно поставить его в трещину. И счистить мелкие сухие ее края. Если допустим вы не работаете в технике дискового педикюра по мокрому. А работаете допустим колпачками. Либо какие-то точечные трещины на тонкой коже хотите обработать. Таким образом вы сможете точечно подобраться к любой даже самой мелкой трещине. И не перепилить кожу вокруг. Как это можно сделать колпачком. Но мы сейчас про пальцы. Если у нас останется время, если у нас останется, у меня останется такое же желание. Ну давайте может быть сейчас. О, слушайте, давайте. Модель я прям разворачивать не буду. Камеру не буду переставлять. Вот здесь мелкие трещинки. Мы уже частично обработали эту стопу. Она у нас изначально была немножко другая. Сейчас я вам покажу фотографию. Потому что мы сегодня стопу в прямом эфире не обрабатывали. Поэтому я начала обработку еще до эфира. Это левая ножка модели. Это правая ножка модели. Но ситуация плюс-минус одна и та же. Крупные шелушения. Кожа, да, с небольшим уплотнением. Но по канту она тонкая и розовенькая. И на этой ножке даже есть такая небольшая трещинка с кровеподтеком. Видно, что она темная. И я как раз таки сейчас вам покажу, как при помощи цилиндра можно частично обработать каждую трещинку. Я сейчас не буду на этом долго останавливаться и задерживаться. Я просто вкратце вам покажу принцип работы. Тут тем более уже обработанная кожа. Я растягиваю трещинку, ставлю цилиндр прямо в нее и работаю по ходу трещинки. По одному ее краю. А потом переворачиваю цилиндр и работаю по противоположному ее краю. Таким образом, я сейчас влажные салфеточки пройдусь. Таким образом, я спиливаю сухие границы этой трещинки. Я не выпиливаю близлежащие мягкие ткани, розовенькие, нежные, а точечно спиливаю края трещинок. Еще сейчас на примере вот этой трещинки. По одному краю ставлю... Может, сейчас вот так... Не, не, не видно, наоборот. Вот так вот. По одному краю трещинки ставлю и на сопротивление спускаюсь по этому краечку. По другому краю. И то же самое на сопротивление спускаюсь по этому краечку. И таким образом, я выпиливаю те самые сухости, которые чаще всего цепляются у клиентов. Вот, видите? Я выпиливаю те самые сухие кусочки кожи, которые цепляются у клиентов. Но при этом не перепиливаю близлежащие ткани. Представьте, я поставила бы колпачок и работала бы по ней. Я бы перепилила вот эти участки. Поэтому приза цилиндр, она очень многофункциональна. И пригодится к вам не только в обработке пальцев, но и в обработке стоп. Такое лирическое отступление у нас. А пока мы переходим непосредственно к обработке пальчиков. Потому что это наша сегодняшняя тема. Так, чуть-чуть поближе камеру поставлю, чтобы всеми все было видно. Вот, супер, мне кажется, шикарно. Итак, мы приступаем к цилиндру. Цилиндр любить, обожать. Кто не смотрел вчерашний эфир, сейчас все послушайте. Прежде всего цилиндр – это сокращение времени работы. Эта фреза заменяет мне кусачки для вросшего ногтя. А значит и закупку лишнего инструмента, обработку лишнего инструмента и заточку этого инструмента. Кусачки мне не нужны. Я могу все делать при помощи цилиндра. Причем на любых ногтях, даже на сухих, как у нашей модели, которые имеют продольные расщепления. Особенно это видно на второй ножке. Я вам тоже чуть позже ее покажу. Хотя вот, вот даже здесь видно, что ноготочек крошится и расщепляется в разные стороны. Также на утолщенных ногтях очень легко снять длину при помощи фрезы цилиндр. Далее, фреза цилиндр даст нам возможность подчистить боковые пазухи и приоткрыть кутикулу. Забафить ногтевую пластину, чтобы сцепилось гель-лаковое покрытие. И, конечно же, мы можем опилить форму полностью, а не просто снять длину. 12-15 тысяч оборотов. Скорость работы нашей фрезы. Запишите, пожалуйста. У нас есть две рабочие части. Загляните, пожалуйста, в тетрадь. В вашей тетради на отдельной странице есть блок по работе фрезой цилиндра. Потому что именно за счет этой фрезы я значительно ускоряю время своей работы. У нас есть две рабочие части. Окружность и боковая поверхность. Соответственно, при помощи окружности я могу опилить форму и снять длину с ногтевой пластины. Я фиксирую за боковые валики. Вы можете фиксировать сверху, как я делаю сейчас. Либо вы можете фиксировать боковые валики снизу, подставив пальчики под подушечку. Вот, мне кажется, так видно гораздо лучше. Это не имеет значения, какой у вас захват, верхний или нижний. Это абсолютно никак не скажется на вашей работе. На вашей работе скажется положение цилиндра. Ведь цилиндром, конечно же, можно задеть и мягкие ткани и порезать клиента. Но если мы с вами будем работать правильно и безопасно, то мы таких ошибок не совершим. Прежде всего, первое. Как снимать длину с торца и опиливать форму? У нас работает нижняя часть окружности. Если я сейчас установлю аппарат, то наша рабочая часть – это все, что ниже моей апельсиновой палочки. То есть нижняя половина окружности. Именно ее я и приставляю к ногтевой пластине для того, чтобы спилить длину и опилить форму. Я подставляю ее либо четко под 90 градусов, либо заваливая под ногтевую пластину. Какой способ безопаснее? Заваливая под ногтевую пластину. Почему? Вы не заденете мягкий дистальный валик, мягкую подушечку пальца клиента. Потому как, когда вы даже иногда ставите под 90 градусов, вот допустим на этом пальчике под 90 градусов, у нас тут такой крючкообразный ноготочек к низу стелется из-за того, что второй палец длиннее первого, и в обуви на него поджимает. Если мы поставим здесь под 90 градусов, да, конечно, мы можем немножко эту подушечку пильнуть. А вот если мы залезем прямо под ноготочек, то минимален риск того, что мы заденем кожу. Плюс, когда вы прячете свою фрезу под ногтевую пластину, вы дополнительно минимизируете риск того, что после опила у вас появится какая-нибудь бахрома. Бывало ли у вас такое, что вы вроде хорошо подпилили длину, хорошо подпилили свободный край, обезжирили, а у вас из-под ногтевой пластины как будто тряпки торчат, кусочки ноготочка мягкие, которые очень тяжело подцепить пилкой, потому что они мягкие и не спиливаются ей. Так вот, если вы будете ставить фрезу из-под ногтевой пластины, то вы сможете выполнить эту работу и не оставить никаких бахромушек под ногтем. Фиксируй за боковые валики. Это еще одно важное правило. Ни в коем случае не нужно оттягивать за подушечку пальца. Когда вы тянете за подушечку пальца, вы натягиваете подушечку как барабанчик. Ее гораздо проще проколоть в этом случае на оборотах, чем когда вы тянете за боковые валики. Фиксируй либо снизу, либо сверху за боковые валики. Оттягиваю их в разные стороны. И я стежками, для того, чтобы контролировать каждое свое движение, не надо пытаться сделать одно длинное движение. Когда вы делаете длинные движения, вы не контролируете свою руку. Когда вы делаете короткие движения, вы контролируете каждое движение. Я ставлю в призу нижней частью окружности и прячу нижний край как будто под ноготочек. То есть ручку аппарата я опускаю и тяну за боковые валики. И таким образом я быстро опиливаю форму и длину. Далее я могу, если у меня уголки в доступе, а они у меня здесь в доступе, подскруглить эти самые уголки. Если у вас очень мощные боковые валики, конечно же не стоит лезть, потому что вы можете перепилить, задеть кожу. Но в данном случае это легко сделать. Вы поворачиваете и легко скругляете уголки. Если у вас большая длина, либо давайте так, если у вас крючковидный пальчик, то вы можете спиливать длину прямо поверх ногтевой пластины. Видите, я ставлю, здесь у меня угол наоборот. Я не прячу, не опускаю ручку аппарата вниз, а наоборот поднимаю ее вверх для того, чтобы работало ребро прямо по ногтю. И истончаю ногтевую пластину по тому месту, где хочу увидеть новый свободный край. А потом, когда у меня остался вот такой вот хороший исходник, я уже с торца могу доработать более приличную форму. И тут я уже опускаю ручку аппарата и стежками прорабатываю свободный край. Опять же, уголки в доступе, чтобы потом не терять на них время, я подскругляю их прямо сейчас. Что еще можно сделать при помощи фрезы цилиндра со свободного края? Вы можете подставить и спиливать свободный край с торца. Если очень большая длина, то спиливать поверх ногтевой пластины, как я показала на предыдущем пальчике. И скругляем уголки. Я не работаю пилкой вообще. Я работаю исключительно фрезами. Что делать, если у вас углы спрятаны? То на этом этапе я уголки скруглять и не буду. Не буду насиловать клиента и не буду повышать риск того, что перепилю кожу. Я вернусь к уголкам во время обработки фазу. Когда я буду прочищать околоногтевой кератоз при помощи либо тупого пламени, либо фрезы капли, либо фиссурной фрезы, я подскруглю эти уголки и доработаю форму. Соответственно, дальше на остальных пальчиках я делаю несколько движений. Вот здесь давайте покажу уже без лишних слов. Ноготочки очень сухенькие, поэтому сильно крошатся. Какая длина должна быть на ногах? Длина в педикюре нет такого единого понятия, что 1 мм свободного края, 2 мм свободного края. Все очень индивидуально, потому что зависит от величины боковых валиков, а также зависит от того, насколько у нас короткое или длинное ногтевое ложа. Первое правило. Палец никогда не должен утыкаться, ноготь никогда не должен утыкаться в обувь. Если мой большой палец это обувь, то я всегда проверяю длину при помощи него. Я утыкаюсь именно в валик. Если вы утыкаетесь в ноготь, проверьте себя, все ли вы сняли. Порой бывает такое, что вы смотрите на ногтевую пластину, ну вот оно, ногтевое ложа, но у ногтевого ложа край его очень сильно кератизирован, то есть там роговые чешуйки. Если вы кюреточкой, либо апельсиночкой, либо стилусом чуть-чуть подвинете, вы увидите, что у вас есть еще свободный край, который вы можете подпилить и при этом не перепилить ногтевое ложа. Соответственно, наше первое правило, наш первый ориентир, на который мы с вами опираемся, это утыкается ли ноготочек в обувь или нет. И, исходя из этого, мы опиливаем длину. Что еще мы должны учитывать? Уголки. Уголки ни в коем случае не должны прятаться в боковые валики, потому как если вы спилить, вот, допустим, возьму я и спилю вот этот уголок, вот спилю вот до сюда, вот сюда спилю, Что будет в следующий раз? У нас здесь мощный, достаточно мясистый боковой валик. У нас здесь второй палец длиннее первого. В обуви, а явно в обуви, судя по небольшим омазолилостям, судя по утолщению на ногтевой пластине, судя по ее растрескиванию и форме пальца, явно он продавливает как раз таки именно на этот валик в обуви. Как следствие, спиленный уголочек, он спрячется в валик, и потом он просто оттуда не сможет выйти, он уткнется в кожу, клиент начнет настригать себе, ковырять себе углы, и рано или поздно спровоцирует врастание ногтевой пластины. Такого делать нам не нужно, поэтому всегда мы себя проверяем не только на утыкание в обувь, но и на наличие углов. Они должны быть вот всегда на моих пальчиках. Я всегда уголком своих пальчиков, кончиком своих пальцев должна подлезать под уголки и видеть их, они должны быть у меня снаружи. Это самое важное правило. Исходя из этого, мы и ориентируемся по длине ногтевой пластины. Никогда не надо выпиливать в ноль, если у вас короткое ногтевое ложе. Вот выпиливаю я здесь ноль, если у меня ногтевое ложе там идет, где розовая линия, и углы опять же утонут в моих боковых валиков и будет вросший ноготочек. И допиливаю последний пальчик в наш мизинчик. Сегодня у нас мизинчик поприличнее, чем был вчера. Я бы сказала, прям хороший. Подскругляю уголки. Далее я сбрасываю обороты до 5-7 тысяч. Сейчас я поставила 7 тысяч оборотов, и с помощью фрезы я могу подготовить кожу. Каким образом? Подспилить крупный кератоз, чтобы мне потом не сидеть на красных алмазных фрезах и не выпиливать околоногтевые мозоли и мощные желтые боковые валики. Поднять стелющуюся или обычную кутикулу. Во всех случаях, когда кутикула у меня стелется, я всегда поднимаю ее при помощи цилиндра. Потому как цилиндр дает возможность приподнять кутикулу и при этом четко контролировать каждый миллиметр подъема. Я на тех же самых 5-7 тысяч оборотах, на тем же самом форварде, я не меняла направление аппарата, чуть-чуть подвыдвинула фрезу, обратите внимание, подвыдвинула из аппарата. Потому что если она стоит до конца, то мне просто тяжело дотянуться до кутикулы. Поэтому я вот чуть-чуть на миллиметр подвытащила. Это не критично. Я ставлю фрезу на стык кутикуле и стежковыми движениями приподнимаю кутикулу слева направо. За счет того, что окружность у меня вращается, она сама приподнимает кутикулу. И я приподнимаю ровно самый свободный ее край. Свободный край. Самый ее крайчик. После этого, если у меня остались остатки искусственного материала, который я побоялась снять, на этих же оборотах я могу этот искусственный материал на сопротивление подснять. Здесь у нас искусственного материала нет, поэтому я подсниму нашу розовую линию. Я могу забафить ногтевую пластину. На ногах и так нормально стоит, согласитесь. Ну, то есть на ногах, ну, крайне редко, когда бывают отслойки в педикюре. Не нужны никакие танцы с бубном. Достаточно хорошо забафить ногтевую пластину, и покрытие будет носиться без отслоек у клиента. Нужно ли каждое действие делать отдельно? То есть отдельно снять длину, отдельно струглить углы там на всех пяти пальцах, отдельно зашлифовать боковые валики? Нет, обычно я делаю все вместе. Сняла длину, скруглила уголок, забафила ноготь слева направо, 5-7 тысяч оборотов, все те же самые. То есть у меня по ходу фреза бежит. Приподняла кутикула, кутикула, приподняла кутикулу, обработала боковые валики. Погнала дальше. У меня здесь уже снят свободный край, поэтому я пройдусь только по дистальному валику, он уж очень омазолелый здесь. Приподнимаю кутикулу, справа налево стежками, самый ее крайчик. Поднимаю стеночкой, чтобы мне было удобнее подступиться любыми другими фрезами и не терять время на ручной подъем при помощи пушеров, шаберов, апельсинок и так далее. А все сделать при помощи фрезы цилиндра. Далее доснимаю остатки искусственного материала, если, допустим, они у меня есть бафлю, ногтевую пластину слева направо, создаваю шероховатую поверхность и амазолелые боковые валики подчищаю. У меня движение туда-сюда по боковому валику, туда-сюда, то есть и на сопротивление, и по ходу. Таким образом у меня будет и снятие роговых чешуек, истончение толщины кожи, и сразу же немножко подшлифуется. Далее подснимаю, подснимаю. Можете читать комментарии, если я включу? Комментарии по теме эфира. Если там комментарии типа «Каким колпачком вы обрабатываете стопу?», то не читать. Все по теме эфира. Тема эфира у нас сегодня ускорение и, в принципе, обработка пальчиков. Так, друзья мои, я специально включила комментарии, потому что моя модель прямо сидит в прямом эфире и может мне их громко, четко озвучить. Поэтому задавайте вопросы, для того, чтобы я сразу по ходу дела на них отвечала. Если они меня будут отвлекать, то я снова выключу комментарии, прошу понять и простить. И на ваши вопросы отвечу в конце. Каким способом? Таким методом работы при помощи этой фрезы вы выполняете сразу много действий и даже на очень стелящейся кутикуле, вот сейчас приближу, как раз-таки у нас здесь стелется кутикула на втором пальчике, на третьем пальчике. Так, уезжает мой штатив. Ножку вот сюда. Ага, супер. Как раз-таки приподниму ее справа налево, стежок один внахлёст на другой. Все понимают, что такое внахлёст движение? То есть вы, когда идете шаг, шаг, и шаг у вас один на другой, один на другой. И таким образом вы приподнимаете кутикулу. Когда я говорю, что мы работаем окружностью 5-7 тысяч оборотов, мы не давим. Мы ставим фрезу по касательной. Она ни в коем случае не должна встать на ребро. Потому что, если она встанет на ребро, то с наибольшей вероятностью вы сами спровоцируете пропил. Есть ли какие-то вопросы? Спасибо. Вообще отлично приблизились. Все хорошо. Далее. Амазалелая резиновая кутикула. У многих мастеров возникают вопросы, сколько снимать? Вчера как раз-таки говорили об амазалелой кутикуле на мизинцах. Очень часто амазалелая кутикула бывает и на вторых, от мизинца пальчиков, то есть на четвертом. Почему? От давления обуви. Кто пропустил, пересмотрите эфир. Полностью срезать, поднимать такую кутикулу небезопасно. В большинстве ситуаций вы спровоцируете пропил. У нас здесь будет небольшой отступ, и это нормально. Либо покрытие встык. И, соответственно, в этом случае я вот смотрю на эту большую стелющуюся кутикулу. Я всегда полтора миллиметрика от нее должна оставить. Все остальное, да, я могу подсрезать. Половинку от нее так точно. Я могу подсрезать. Видите, у меня кусочки летят кутикулу. Я могу сразу... Приподняла кутикулу слева направо и тут же боковой поверхностью ее немножко подшлифовать, крупные кусочки подсрезать. Приподняла немножко кутикулку, тут же боковой поверхностью подсрезать. Если дальше вы будете делать аппаратный срез, вы бочком можете немножко при помощи цилиндра эту кутикулу поднять. Видите, как она легко поднимается, если бочком фрезы тоже пройтись по ней. Таким образом, вы вообще можете весь педикюр сделать цилиндром и вот срезать кутикулу. Цилиндр, вещь, бомба, пушка. Нет ли вопросики? Сейчас немножко подудалю, для того, чтобы в целом была видна картина. Так, немножко на бок ножку, коленку. Так... Ну, мизинчики нам после вчерашнего эфира уже не так интересные. Вчера-то были прям хорошие, а сегодня, ну так... ни о чем, можно сказать. Вот тут прошлась, а мозолила стене подчистила, не подшлифовала. Могу сейчас это сделать. Еще хочу чуть-чуть приподнять кутикулу в этой зоне. Все, здесь останавливаюсь. У меня пол работы выполнено. Считайте одним цилиндром и баф, и пилку заменила, и подъем кутикулы при помощи... Так можно поднять какой-нибудь, допустим, фрезочкой каплей типа, либо пушером, либо апельсинкой приподнять. А мы это уже все сделали. Я всегда, вне зависимости от того, патологический у меня педикюр или эстетический, всегда работаю кюрецей в боковых валиках. Потому что на больших пальчиках очень часто в пазухах скрываются вырастающие и вросшие ногти, которые при помощи кюретки мы с вами можем достать скобковидный край, подрезать, подшлифовать, поставить тампонаду. Но нам нужно посмотреть, в каком состоянии у нас там ноготочки. Я прямо сейчас, прямо с вами начну тестить косметику Кане. Пора бы уже давно. И вот это средство для размягчения боковых валиков мне давно советовали. И многие мастера говорят, что это бюджетная и не менее эффективная замена жидкости для вросших ногтей от Golden Trace. Она на водной основе работает за счет размягчающих свойств мочевины. Также здесь есть молочная кислота, что будет увлажнять кожу. Наношу по капельке в каждый боковой валик. По инструкции здесь нужно подождать средство на 5-8 минут. О, 5-8 минут это я думаю на необработанную кожу. 5-8 минут это ну очень долго, согласитесь со мной. Это не про экономию времени. Но думаю здесь речь идет о необработанной коже. Здесь мы все-таки уже прошлись при помощи цилиндра и я думаю большую часть работы мы сделали именно им. Поэтому так долго с вами ждать не будем. Я всегда прохожусь кюреткой для чего? Пока жду, расскажу. Для того, чтобы понять какой у нас край, нет ли у нас скобочек, нет ли у нас шипов, нормально ли мы скруглили углы либо нам нужно пройтись повторно, не закручиваются ли боковые параллели, нет ли под ногтевых мозолей. Я не ковыряю под ногтевые мозоли при помощи тампона-держателя. Это чаще всего небезопасно. Почему? В роликах, когда вы видите как красиво тут поднимают кератоз, как красиво поднимают под ногтевые мозоли, чаще всего используют либо ремуверы, то есть кератолитики, которые делают большую часть работы, а не кюретка, либо работают остро заточенной кюреткой. То есть носят ее, не просто используют заводскую заточку, а носят ее к заточнику для того, чтобы он сточил и заострил эти края и она имела режущую способность. Я такими методами не работаю, я работаю все аппаратом. Моя цель это не вытащить под ногтевые мозоли и счистить их, а моя задача вычистить их в пазуху, то есть чтобы они торчали у меня с бокового валика, а уже фрезами я прекрасно их дочищу. Есть ли там вопросики, пока я работаю кюреткой? Нет? Либо вопросики не по теме там, да? Судя по всему. чего-то как-то не хотят. Не хотят. А у нас мало в эфире, сейчас все работают, я думаю, что все будут смотреть уже вечером. Далее, кюретку прижимаю к ногтевой пластине, вот он наш изгиб, рукоятка направлена на меня, кончик ставлю в точку в рост, опять же, ну не теряйте время вот на эту пахоту в синусе, не трогайте в синусе, прежде всего, вот здесь надрывать ногтевую пластину в принципе нельзя, вы поднимите точки в рост, спровоцируете анихолизис, второй момент, ковыряясь вот здесь в синусе вы больше поднимите, не нужно этого сейчас, это не тот этап работы, я завожу инструмент под точку в роста, слегка опускаю его совсем слегка, не надо вот прям вот так ставить перпендикулярно к ногтю, совсем даю небольшой угол, для того, чтобы боковая поверхность моего инструмента встала в опору, для того, чтобы я проскользнула по обратной стороне ногтевой пластины и прочистила кератоз, раскрутила стенку и посмотрела на нее, конечно же, я сейчас вам показываю это, ну, я ничего не держу, когда я работаю с клиентом, я ставлю и придерживаю своим пальчиком ногтевую пластину, чтобы не задеть, не надорвать ногтевую, не задеть ногтевое ложе и не надорвать точку в роста, сейчас я вам показываю, поэтому свой палец я не ставлю, вижу, что у меня здесь не очень хорошо скруглен уголок, я его проскруглю при помощи тупого пламени, а также причащаю пазуху, около ногтевых мозолей у нас тут нету в большом количестве, но в синусе есть та самая злосчастная пленочка, которую вы так любите, тоже про нее сегодня немного поговорим, сразу же иду на другую сторону, почему клиентам может быть больно от ваших действий при помощи кюретки, потому что вы не размягчили ноготь, вы работаете по-сухому, по-сухому работать нельзя, вы можете надорвать ногтевую пластину, вы можете спровоцировать расщепление, размягчители также и дают за счет размягчения, разрыхления, снятия болевых ощущений, также болевое ощущение, болевой синдром клиента может быть, если у нас у него там есть врастание, не обязательно гной, кровь, кишки, совсем не обязательно, ноготь не обязательно вросший, он может быть врастающим, что это значит, боковая параллель вот так вот подкрутилась и наминает в боковую пазуху, когда это регулярно трется, регулярно продавливает, конечно же, боковой валик может быть чувствителен и прикосновение вашего инструмента делает ай-ай клиенту, также могут быть шипы, которые тоже уткнулись в мягкие ткани и таким образом вы, доставая этот шип, все равно так или иначе можете причинить клиенту дискомфорт и это ну, ну не то, что нормально, но это естественное последствие, добавляйте размягчитель, если есть болевой синдром, подождите, сейчас я договариваю, а потом, если я буду давать сигнал, когда задавать вопросы, соответственно, таким образом вы можете добавлять средство размягчитель, чтобы вы снимали за счет него немножко болевой синдром, ну и, конечно же, болевой синдром еще может быть от того, что вы неверно работаете кюреткой, вы ставите кюретку и вы делаете опору не на ноготь, то есть, вот ваш ноготочек, вы ставите кюретку и вы опираетесь инструментом не в ноготочек, а в ногтевое ложе и тычетесь не под правильным углом, конечно же, если проскребать по коже, это больно, даже если инструмент не заточен, кюретка это тот этап в работе, который нельзя избегать, даже если вы хотите сделать экспресс педикюр, по большим пальцам вы всегда должны пройтись, по маленьким по показаниям, какие показания, это, конечно же, скрученные боковые параллели, спрятанные в боковые пазухи, отсутствие углов, углы утопают боковых валиков, это наличие шипов, это, в принципе, жалоба вашего клиента на болевой синдром, все это может служить поводом для того, чтобы обработать и остальные пальчики при помощи размягчителя и кюретки, а вот теперь слушаю вопросы. Есть разница сначала поднимать кутикулу или шлифовать? Не поняла. Есть разница сначала поднимать кутикулу или шлифовать сначала? А толку ее шлифовать, если вы ее еще не срезали? Вы зашлифуете, в ходе среза у вас что-нибудь поднимется, какие-то заусежки, кусочки кожи, и вам снова придется шлифовать. И вы от повторяющихся действий, во-первых, вы будете долго работать, потому что делаете лишние действия, либо потому что вы там, допустим, прошлись там уже 10 раз, так, а шлифовать ногтевую пластину там сказали? Вот так просто пометили? Да, просто есть разница шлифовать. А дальше там вопрос спросили про ногтевую пластину. Так, пожалуйста, некоторые предпоследователи не рекомендуют истончать на мизинце ноготь, так как при закрытой обуви будет проблема. Так ли это? все зависит от того, какая ситуация. Если у вашего клиента такой же толстый ноготь, как вчера был у нашей модели, то сам ноготь, само утолщение на ногтевой пластине, оно может спровоцировать сдавливание. У вас там большая толщина, вы эту толщину не снимаете, она продолжает нарастать, продолжает утолщаться, и обувь будет давить по этой толщине, это может давать болевой синдром. Поэтому нет, истончать ноготь вот здесь вот нет необходимости, и мы его не истончали, мы просто забафили, но это патологическая необходимость снимать толщину с ногтевой пластины, если она есть, и не только на мизинцах, на любых пальцах можно истончать ногтевую пластину по показаниям, но это не для гель-лакового покрытия, а по патологическим показаниям. Когда мы говорим о патологических показаниях, там нет речи о гель-лаковом покрытии. А вот как работает эта фреза для вросшего ногтя? Какая фреза для вросшего ногтя? Вот это? Вот это никак для вросшего ногтя не работает, эта фреза снимает длину, опиливает форму, бафит, поднимает кутикулу, снимает кератоз, может доснять отслоившуюся часть ногтевой пластины, зачистить там, допустим, как раз-таки локальный кератоз между пальчиками на валиках, зачистить трещинку, как я вам показала в качестве примера в самом начале эфира. Для вросшего ногтя эта фреза никак не помогает. Подногтевые мазохист? Мазохи, видимо. Ага, наверное. Всегда нужно убирать полностью? Нет, не всегда. Я убираю лишь подвижную сухую часть, нежные живые лепесточки, которые уходят в синус, я всегда оставляю, разумеется, не клоки, куски, а небольшую линию в боковой параллели. Потому что, если вы ее уберете, то чаще всего вы сами спровоцируете болевой синдром у клиента. Они там не просто так, а потому что продавливает. их нужно частично оставлять, если в этом нету острой необходимости, если речь не идет о патологической практике. Есть еще вопрос? Да, вот она уточняет. Подскажите, пожалуйста, что делается первым действием? Поднятие кутикулы или шлифовка? Ну, вот так вот. Скажите, что? Так, шлифовка? Так я же ответила. Она еще раз спрашивает. Еще раз. Шлифовка чего? Кожа? Не написано. Если шлифовка кожи, еще раз, вы поднимаете, если вы сначала зашлифуете кожу, вы потом поднимите кутикулу, срежете кутикулу, после слеза вам опять понадобится шлифовка. И это лишнее действие. И опять же, вы лишний раз пройдетесь по коже и можете задеть, поднять еще больше ушей, не перетереть кожу своим лишним действием. Шлифовка кожи в самом конце. Вот она уточняет подготовка ногтевой пластины. Ну тогда это не шлифовка, а баф. Шлифовать это снимать шелушение. А мы наоборот, видите, белесые кусочки кожи, кусочки ногтев, стали дыбом. Мы не шлифуем, а наоборот поднимаем кусочки ногтевой пластины для лучшей сцепки с гель-лаком. И это называется бафить ноготь. И не имеет значения. Вы взяли цилиндр, сделайте всю работу цилиндром, чтобы вы не теряли время на снятие, подготовку, перемену фрез. А все сразу выполнили одной фрезой. Следующий там вопрос. А внешний угол не сильно большой? Мы еще подпилим после покрытия, но здесь сейчас нет, не сильно большой. Если еще чуть-чуть подснять, здесь можно, ну здесь можно снять еще миллиметр. Я-то видите, вы видите эти ногти сверху, я эти ногти вижу в торец, я не вижу, я не могу их оценить полностью, поэтому я, возможно, доработаю еще этот угол. Так, друзья, мои вопросы больше не читаю, потому что я продолжаю работу, для того, чтобы мы здесь с вами не встали. Все ваши вопросы берегите, зададите их в конце нашего эфира. Сейчас комментарии выключаю, для того, чтобы на них не отвлекаться. Соответственно, после цилиндра, после кюретки, я поняла, что у меня там происходит в боковых валиках, что у меня происходит на больших пальчиках, и приступаю к обработке кутикулы. У нас фреза капля на схеме. У нас же сейчас в работе будет не совсем фреза капля, а фреза тупое пламя, потому что во фрезе капли здесь нет необходимости. Если бы у меня были очень мазолелые валики, и мне нужна была бы большая площадь фрезы для того, чтобы все это легко и быстро почистить, то да. Но в нашем случае у нас околоногтевого кератоза, да и в принципе мощных боковых валиков-то и нету. Боковые валики у нас присутствуют только на первом, на втором пальце, а здесь их практически нету. Поэтому тупым пламенем мне будет обрабатывать гораздо быстрее. Мы сейчас с вами про скорость. Именно поэтому я не буду задерживаться на полной обработке синусов. Я здесь буду ускоряться и вычищать лишь то, что торчит. Для того, чтобы мне быстро выполнить педикюр, сделать экспресс педикюр, я начинаю свою работу на реверсе. Подписывайте первую картинку реверс от 15 тысяч оборотов. И я ставлю 16 тысяч оборотов. Каким образом я работаю? Я работаю тупым пламенем боковой поверхностью либо каплей. Обратите внимание, капля на схеме у вас тоже работает боковой поверхностью. Этой боковой поверхностью я выполняю два действия. Две проходки. Черновую и чистовую. Вот сейчас я делаю черновую проходку. она у меня в большей степени по ногтю и подталкивает немножко кутикулу. Это мой пушер. С помощью этого действия крупными движениями я подталкиваю кутикулу, быстро это делаю и тут же открываю синус и открываю валик. Вот ровно столько, насколько я его открыла на этом этапе, ровно столько я и буду прочищать. Я не укажу глубоко, потому что мы сейчас должны сделать быстрый педикюр, а не вычесть синусы полностью. У нас с вами сегодня не про синусы, а про скорость. Также я подскругляю уголок. Какими движениями я все это делаю? Еще раз, черновая проходка, она идет одна за другой. Соответственно, черновая проходка, крупные круговые движения, ну как относительно крупные, не одно движение, целая кутикула, а примерно 4-6 движений при обработке кутикулы. Иду вперед и вбок, вперед и вбок, вперед и вбок, и таким образом ставлю кутикулу стеночкой. После этого по ноготочку снимаю различные отслойки на ногтевой пластине, остатки гель-лака, если они имеют место быть, какие-либо кусочки пиригия и толкаю боковой валик вбок, скругляю уголок, если у меня этого не произошло на этапе цилиндра, если цилиндр у меня там не подлезал, допустим. После черновой проходки следует чистовая. Она следует одна за другой. Это я сейчас вам отдельно показываю ее на разных пальчиках. Как выглядит чистовая проходка? Я оттягиваю кутикулу, и я прямо смотрю в торец ногтевой пластины. Сейчас немножко приближу. И я прямо смотрю в торец ногтевой пластины, в кутикулу. Что-то у меня происходит. И вот эту склеечку, которая у меня блестит, я не буду ее распахивать и на нос наматывать. Я буду точно так же своими движениями бочком, щечной частью фризы носиком, носиком, но не направляя носиком под кутикулу, а работая носиком вдоль кутикулы. Я ставлю на стык, и здесь я уже ногтевой пластиной практически не касаюсь. Я прорабатываю этот стык, я его не распахиваю, это небезопасно, если вы его распахаете. я подталкиваю чуть вперед. Далее прорабатываю боковой валик, как только я дошла до синуса, соответственно правого синуса, я перехожу только на кожу, здесь я вообще ногти не трогаю, ни в коем случае не перепиливаю боковую параллель. Иду 45 градусов в положение фризы, вот здесь пожалуйста себе пометьте, боковой параллели 45 градусов положение фризы относительно боковой параллели и относительно кожи, то есть моя фриза не просто вот так вот боком 45 градусов, но она еще и немножко встает, я поднимаю ручку аппарата для того, чтобы носик у меня оказался на стыке, и если там есть околоногтевой кератоз и под ногтевые мозоли, чтобы они намотались на кусочки сухие намотались выпилились из бокового валика, соответственно еще раз мелкие движения, вот она наша склеенная кутикула, бочком работаю, маленькие круговые движения, толкаю вперед кутикулу, не распахиваю, не делаю глубоких карманов, прорабатываю стык, обратите внимание, я делаю все сразу, если мне что-то не нравится, я тут же возвращаюсь и доделываю, обратите внимание, какие короткие у меня движения, я иду бочком фризы и прорабатываю вот этот стык, там не должно открыться кармана, склеечка, вот она, если я поковыряю с апельсинкой, вот она эта склеечка, вот она осталась, вот она, не дает апельсинке провалиться, но я прочищаю этот стык, так, чтобы не было пропилов, так, чтобы не поднималась грязь, не поднималась бахрома, и соответственно, не перепилить, ни кожи, ни ноготь, и прочистить, разумеется, все, далее, я ухожу в тинус, и такими же маленькими движениями прокатываюсь, если у меня есть необходимость проработать боковой валик, по нему я могу пройтись несколько раз, движениями сверху вниз, направляя их то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, таким образом, я, видите, истончаю все мелкие кусочки кожи, околоногтевые мозоли, пазухи, и они выходят мелкой пылью, и пазухов остаются те самые кусочки кожи, которые должны там остаться, для того, чтобы не вросли. Давайте еще раз на отдельном пальчике покажу полноценную работу. Вы сразу делайте черновую проходку, крупные движения, опора на ногтевую пластину, но мы не давим на ногтевую пластину, в боковой валике толкаем боковой валик в сторону, счищаем все с ногти, скругляем уголок. Далее, чистовая проходка, прямо оттянула кутикулу, не просто за боковые валики держусь, как я держалась до этого, а именно оттягиваю кутикулу и маленькими шажками прорабатываю стык. Прорабатываю стык. Я не подталкиваю сильнее, глубже уже не ухожу. Я вот столько, сколько хотела подтолкнуть, я подтолкнула на черновой проходке, а на чистовой проходке я прочищаю то, что у меня открылось после черновой и ухожу на боковой валик. И работаю здесь исключительно по коже. Сверху вниз, снизу вверх. Могу подшлифовать боковой поверхностью на бочок ножку, боковой поверхностью и боковой валик. чуть-чуть ко мне. Ну и мизинчик. Собственно, мизинчик все то же самое, что у нас было вчера и то, что у нас на соседних пальчиках. Черновая проходка, чистовая проходка мелкими шажками. Обратите, пожалуйста, внимание на разницу в величине движений. Для того, чтобы открыть, я делаю крупные движения. Для того, чтобы прочистить, я делаю мелкие прицельные движения, для того, чтобы вычистить стык. Все делаю движения одно за другим. И наш большой пальчик. Почему я начинаю с маленьких пальцев? Не только потому, что не в эфире я так делаю, я так делаю всегда. Почему? Потому что, когда ноги для вас новые, вы их видите впервые, гораздо проще, легче начать с простого. А это обычно маленькие пальчики. Большие пальчики, они всегда чуть сложнее, чем маленькие. Вы начинаете на маленьких и уже понимаете, какая толщина кожи у вашего клиента, какие есть особенности в плане чувствительности, насколько кожа плотная. И уже после этого, в самом конце, я приступаю к большому пальцу. То есть, обрабатываю четыре, перехожу к большому. Обрабатываю четыре на другой ноге, перехожу к большому. Слушайте, средство сильно кожу не размакцелировала. Мне очень понравилось, как оно сработало. Рекомендую для прочистки околоногтевого кератоза. Еще попробую на другой модели, но это мне нравится. Черновую проходку сделала. Отгибаю уголочек для того, чтобы его скруглить. Берете, боковой поверхностью фрезы не беру ни пилку, ни кусачки, чтобы этот уголочек скруглить. Оставлю и боковой поверхностью фрезы отпиливаю новый уголочек. Могу быстро проверить кюреткой либо апельсинкой приподнять этот уголочек. Вот он у нас скруглен. И необходимости брать кусачки пилку у нас уже нету. Да, вот сейчас сверху смотрю, вижу, что у нас здесь немножко выпадает и есть возможность подпилить длину с левой стороны. Но мне это просто не видно с того ракурса. Вам гораздо лучше видно, чем мне. Далее я выполняю чистовую проходку. Опять же, смотрю прям под кутикулу и у нас всего лишь по две проходки. Вы заметили? Черновая чистовая. Я проходка у меня четко две проходки и я считаю каждое свое движение. Я не делаю никакого лишнего движения. Делаю все четко, чтобы мне не терять время в ходе обработки. Так, все ли хорошо видно, все ли хорошо слышно, интересно ли вам, хочу ваших сердулек получить порцию. Прорабатываю стык. Перехожу на боковой валик и на синус соответственно. Я всегда поворачиваю, заметили вы или нет, поворачиваю пальчики, когда перехожу в боковой валик. Для чего? Для того, чтобы фреза у нас не встала на ноготь, чтобы не было такого, что вы пилите кожу и параллельно перетираете боковую параллель. Если вам что-то нужно подчистить с бокового ногтевой пластины, то подчистите это на черновой проходке. Есть гель-лак, подчистила, есть отслойка на натуральном ногте, подчистила. На чистовой проходке я уже не пилю никакие боковые параллели. Вообще до ногти не докасаюсь в боковых валиках так точно. И здесь я точно такими же движениями сверху вниз, снизу вверх выпиливаю торчащие кусочки кожи. Вот здесь остался кусочек кожи в синусе, но он меня уже не беспокоит, он не торчит, и я не буду сейчас терять время на его обработку. Он не торчит, если вдруг он после среза встанет, я его подшлифую, но на данный момент он не торчит, он спокойно лежит в синусе, и мне никак не помешает. Я на это время не буду терять. Вы очень много уделяете порой время тем участкам, которым не нужно уделять. Здесь сейчас нам не нужно так скопить, вот скорпеть над нашим синусом, потому что наша задача это скорость и разумеется хорошее покрытие, потому что клиента как он по покрытию, он по цветному судит, и у меня ничего не торчит, покрытие ничего не помешает. Если вылезет, то я снова пройду с тупым пламенем два движения дочищу мелкие кусочки. Я проверяю, подкругляю уголочек и перехожу на левую сторону. Перед тем, как перейти на левую сторону, я выйду и перезайду наш эфир. Сейчас тут же, без перерывов, потому что у нас уже прошел час с начала эфира, и нам нужно с вами перезайти, чтобы инстаграм нас не выбросил. пройду.